ребят всем привет мне периодически спрашивают про снарягу поэтому сегодня будет ролик про снарягу одной из самых главных вещей которая вообще есть у туристов путешественника это мой рюкзак с которым я путешествую уже уже два года это рюкзак фирмы тули модель стир 35 женская версия есть такая же мужская версия у меня немножко другая спина а все остальное весь тот же самый функционал мужской модели ровно то же самое поэтому я быстренько расскажу про этот рюкзак потому что еще долго про него рассказывать этот рюкзак со мной уже два года прошел два камина французский португальский подруга у меня брала его прошла с ним исландию мокрую дождевую был в нескольких пвд в том числе в зимний у меня этот ролик есть кстати на канале и я его беру во все свои поездки во все в последнее время я летаю без багажа он идеально подходит под ручную кладь полностью набитый до 7 килограмм я его утрамбовываю вещами правда есть одно маленькое замечание по этому поводу если досмотрите ролик до конца там вы все узнаете что это рюкзак двойник вот что сказать объема 35 литров реально хватает реально хватает этого объема для того чтобы его загрузить даже на зимнюю поводышку с учетом что вы идете вдвоем взять с собой рюкзак пенку теплую теплый спальник минимум сменных вещей ну в тех которых спать ну и как бы еду там на сублиматах да грубо говоря вот мне мне хватает мне хватает поэтому как бы для для повседневной жизни больше он 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 и не нужен объема достаточно большой плюс что реально у этой модель как я уже сказал есть женские и мужская версия он мне идеально сел по спине просто вот я его покупала без примерки я его заказал в магазине спорт марафон и он не идеально просто как бы на плечи лег повезло наверное да я просто тогда не задумывалась о том что женская мужская модель и конечно заказала женскую но вот как бы идеально встала когда я была на французском камина у него тоже влезла сейчас вот появится ссылка в нем была вся моя одежда на месяц на плюс вещи для оси то корма там три килограмма было там для него всякие значит ремни и прочее которые тоже добавляли вес и объем палатка была со мной легкий спальник и минимум одежды на камина вот если посмотрите видео вы увидите сколько в него реально влезает то есть для летних историй межсезонных он вот вот так просто для пвдшки его достаточно конечно же на большой на большой поход на алтай а кто другой рюкзак другого объема потому что этого мало но для личных личных использования этот рюкзак просто идеальный максимальный вес который я набивала этого рюкзака это 13 килограмм это как раз было на камину когда туда добавлялся осянский корм вот 13 килограмм он выдерживает особенность этого рюкзака в том что у него полностью защищенное но у него внутри встроенная герма я потом покажу открою вот здесь вот рейн повод находится накидка и она закрывает его ровно вот вот так вот это вся внутренняя часть сожалению сожалению здесь не видно будет но вот это вот значит синяя штука здесь самом низу это реально герма то есть его можно поэтому его вот можно просто там по всяким делом мокрые грязные хибины исландии норвегии брать ставить на камни ничего не страшно ничего не промокнуть потому что у него во первых такая кордура как прорезиненный сам материал вообще не промокаемый вообще не промокаемый верхний клапан вот такого вида вот если что здесь конечно сверху надевается защитный чехол вот рюкзак просто он от истирания очень надежно материал единственное что конечно острая всякая фигню он не выдержит очень острый нож для фруктов здесь купила в азии и засунула его в рюкзак вот у него короче естественно острый нож сделал здесь дыру вот хотя вот здесь вот здесь еще дополнительно видеть это не просто двойная здесь история вот это что касается материала рюкзак конечно заявлен как городской тире трекинговый для этого у него есть вот эти вот съемные смотрите липучки на бедренный пояс но такого объема без ну как бы чтобы по городу ходить без лямок да он слишком большой мне он как бы не подходит такого объемка же по городу с ним хожу поэтому ну естественно с набедренным поясом кстати там есть такие вот тормашки ну для всякой для всякой фигни для быстрого снайдка и прочее очень удобно вот поэтому у него я к чему это у него внутренне внутри есть вот такой вот карман идеально подходящий для 13-дюймового ноут месяц 14-дюймовый ноутбук он сюда идеально помещается то есть отдельно отделение во всем остальном здесь вообще только только одно короче говоря отделение одно единственное с одной стороны это неудобно я привыкла что есть внутренний как бы бомбомет куда можно сложить например палатку положить спальни то что тебе нужно быстро например в дождь приходит на место нужно быстрее достать палатку обычно это самая тяжелая штука она лежит всегда на дне нужно откуда все все вещи достать нужно что-то куда-то придумать чтобы они не намокли короче с одной стороны это неудобно другой стороны этого рюкзака такая конструкция что если бы здесь был еще и как бы дополнительный клапан но этот плюс вес он в принципе весит килограмм на самом деле сам потому что у него жесткая спина здесь такие металлические короче вставки ну она естественно регулируется спинка регулируем и и дышащие здесь в общем одно отделение одно отделение это неудобно но это это терпимо есть вот такая вот боковая ушовой карман для быстрого доступа к чему-либо что вы положили сюда ну что можно быстро достать если вам что-то нужно я обычно сюда складывала всякие как бы power банки и прочие штуки которые мне могут пригодиться для видео съемок для фото съемок по дороге ну что помимо значит внутреннего отделения а внутри еще как бы есть такой сейчас покажу сетчатый кармашек куда я складываю документы больше положить здесь некуда собственно это единственное такой небольшой куда на самом деле влезать много много всего если складываю документ вот помимо основного отделения есть еще вот вот здесь вот на фронтальной части отдельный карман на на кнопки на самом деле самом деле в него влезает то есть смотрите моя рука туда ушла по локоть него влезает очень очень много если рюкзак набитый туда конечно сложно чуть зафигачить если складывать аккуратно да можно запихать много но я туда обычно складывала то что нужно тоже для быстрого доступа это дождевик какие-то мембранные вещи складную кружку складной ножик там тоже лежал и салфетки вот ну когда в набитом рюкзаке естественно туда влезал только и плюс у него еще есть вот значит вот это вот кармашек нижний где у него лежит накидка в этот нижний кармашек тоже можно что-то положить я туда складывал фонарик кроме этого я читала на сайте риск рук что этот рюкзак брали как штурмовой для этого у него имеются петли вот петли 2 штуки куда можно крепить трекинговой палки или дарут вот далее у него есть блин я надеюсь видно ну то есть вот здесь на фронтальной части него прошиты такие господи ну как-то не называть на по-научному да то есть можно сюда тоже много всего всего на парантальную часть через стяжки на фигачить снаружи далее карманы боковые карманы в принципе дали влезает полторашка полтора литровая бутылка но они достаточно жесткий они не не тянущиеся сюда не машины невозможно засунуть что-то что больше то что есть предел есть предел но повторяюсь полторашки сюда влезает сюда влезают ботинки он запасные как кроссовки палатка сюда тоже влезает в этот карман есть с обеих сторон дополнительно на пасти такая стяжка то есть можно сюда положить что-то снаружи зафиксировать с одной стороны палатку с другой стороны коврик теплые например терморестовский как я делала на зимнюю пвд и внутрь уже как бы все вещи ну уж только обвешено немножко но это сюда влезает ну и можно сюда снаружи что-то положить хочу сказать по поводу отстегивающихся для тех кто досмотрел ролик до конца когда я летела обратно с камина французского я не отстегнул эти лямки а в принципе их вообще не отстегивала я не думаю что есть такая проблема в аэропорту города порту их потеряли то есть мы пролетел в барселону рюкзак пришел на ленту без лямок мы сдали покаж это было бесплатно опциона предложили мы согласились но лямки при этом как бы потеряли сделали запросы в аэропорт ну как бы никто за это не отвечает вот поэтому я теперь стала при перелетах отстегивать однако рюкзак такого объема без лямок превратился как бы тяжело 13 килограмм если это все на плечах они на бедрах я начал переписку с компании тули с просьбой сказать где можно купить отдельно вот эти вот штуки долго с ним переписывалась очень очень долго компания тули себя позиционирует тем что они они не делают расходных материалов поэтому потому что они отвечают за качество своей продукции и они не могут просто мне просто так нигде продать потому что их тупо нет я им говорю что же делать с этим рюкзаком 13 килограмм 10 даже килограмм это очень много то есть без этих вот лямок для меня теперь рюкзак не функционален в итоге тули прислали мне абсолютно новый рюкзак не тот с которыми ходила на камину вот это вот второй уже рюкзак они мне прислали абсолютно новую точно такой же старый я сдала говорят они не должны были этого делать но они это сделали они просто большие молодцы правда заняло время переписки очень много сосудов поддержки вот поэтому имейте ввиду что и я потом читал на риски что и да вот эти лямки отстегиваются как кто-то срывался поскольку это тип как штурмовой был рюкзак хватали человека за лямки лямки срывались и улетали ну там я не знаю как то было с лямки застегнутые даже если они сорвались они вроде были должны быть на пояс может быть поезд был расстегнут знать когда броды проходят же расстегивают вот короче говоря и лямки терялись да это вот большая как большой косяк я просила обратить обратить внимание компанию мелочь надеюсь они все-таки наладят выпуск потому что дают это расходная вещь которая который невозможно купить и без которую вот этот рюкзак на 35 литров он уже не нужен это просто рюкзак на 20 литров купить городской тире поездочный но в рюкзак на 20 литров не влезать ноутбук туда не влезает вот ребята вот в принципе все главное рассказала про свой рюкзак я реально им довольна надеюсь что мне не будет с никаких больше косяков типа потери до в аэропорту это снимаю снимать пересли сдаю багаж но багаж его практически не сдаю не знаю по моему два раза я только сдавала в багаж и быть может вот сейчас из азии полечу домой потому что мне нужно будет фруктов набрать может быть я его сдам багаж и вручную уклад наберу фруктов вот собственно а не показал как застегивается вот это вот верхняя история просто здесь чашка у рюкзаков господь какая значит темой и здесь вот такой вот крючочек вот просто просто здесь цепляется вот так вот и все таким образом вот единственный минус конечно его которая нашла то что он особенно когда потерял вот эти лямки и подумал что блин не норме жена рюкзак но второй такой я не куплю я купил хотя даже на распродаже но как бы цена у него короче не завышенная цена за бренд грубо говоря ниже мне даже даже два рюкзака продали отдали вернее по такой цене вот да кстати вот здесь светоотражающая полоска и сама надпись света отражает кто же надеюсь он еще долго долго прослужит и друзьям его буду давать я не буду возвращать целости и сохранности и если вам нужен хороший рюкзак и у вас есть деньги я вам рекомендую все ребята следующий обзорчик будет на мои ботики которые со мной путешествовали по азии в жару плюс 30 и в которых я ходила в санкт-петербурге вслякоть в ноль градусов и они вот так себя повели ждите нового видео пока